Наверняка есть среди брещан те, кто, размышляя о покупке пиротехники к Новому году, не придавали значения месту, где ее приобрести. Продавцов таких товаров в областном центре действительно предостаточно. Рынки, павильоны, а интернет и вовсе пестрит заманчивыми предложениями. И что неволажно, по доступным ценам. Выбор широк. Вопрос, как не совершить ошибки, не податься на провокацию красноречивой рекламы. Как не стать жертвой такой новогодней покупки. Одни доверятся отзывам, предусмотрительные же выберут иной рациональный путь. Проверят товар на наличие сертификата. Убедятся в том, имеет ли продавец соответствующие документы на реализацию продукции. Есть и другие нюансы. Есть ряд документов, которые ломентируют порядок реализации пиротехнических изделий. И основной документ это постановление МЧС, номер 32, в котором определено, где можно устанавливать, где можно реализовывать и какой порядок, и какое оборудование необходимо иметь для реализации. И какие документы, при этом разрешительные документы должны иметь у подавца. И хочется отметить, что у подавца должны быть документы, определяющие класс опасности пиротехнического изделия. Все документы можно посетить у подавца, в том числе сертификат, протоколы испытаний, где можно посмотреть, какой класс опасности. Проверку успешно прошли три торговые точки Бреста, где осуществляются продажи пиротехнических средств. Среди них торговый центр Никольский, Супермаркет Микс и Гипермаркет Алми. Разновидности фейерверков, хлопушек, петард, высота их полета, диаметр разрыва. И это далеко не все тонкости, которыми может поделиться Светлана Адекова. Девушка не один год работает продавцом пиротехники и знает, что посоветовать клиенту. Приезд спасателей в торговый павильон с проверкой ничуть не смутил Светлану. Сертификаты – пожалуйста, соответствующие разрешения и инструкции товарам – не вопрос. Полный пакет документов в наличии к такому торговому объекту, вопросов не имеется. Зарекомендовали себя очень достойно. У нас всегда качественная и сертифицированная пиротехника. Сроки годности всегда соответствуют законодательным актам. Сотрудников МЧС не будет? Нет, мы с радостью принимаем их, знаем, что показывать, что рассказывать. И, в принципе, уже готовы с 1 декабря к их визиту. Предположим, вы приобрели сертифицированный товар. Полагать, что этот шаг полностью гарантирует вам безопасность, не стоит. Любители острых ощущений должны помнить, пиротехника даже самого высокого качества способна принести вред человеку в случае несоблюдения им правил пользования. Перед применением изделия, конечно, нужно прочитать инструкцию. Там, конечно, подробно все написано, потому что даже инструкция, она тоже определена нормативными документами, что должно быть там не отражено. И срок годности данного пиротехнического изделия, ну и выполнение всех тех мероприятий, которые отражены в инструкции. Это расстояние до горючих изделий, материалов, расстояние до зданий, безопасная зона, укрепление пиротехнического изделия, то есть как его установить, это пиротехническое изделие, как запускается пиротехническое изделие. Это все определено в инструкциях. И на разные пиротехнические изделия, все эти моменты, они разные. Пострадавшие по причине неправильной эксплуатации пиротехнических средств в новогодний период фиксируются ежегодно. Термические и химические ожоги – таков результат безответственного подхода к делу. А ведь неумелое пользование пиротехническими изделиями могут стать и причиной пожара. Такой случай имел место быть в Бресте. Новый год – праздник волшебный, искрящийся. Чтобы эти искры радовали глаз визуально, они стали причиной ситуации критических. Необходимо со всей серьезностью подойти к подготовке предстоящих торжеств.